О, мои малыши-карандаши! Как ты мой, Хороший? Близь сюда. Как ты? Александр Колын уже 15 лет занимается сельским хозяйством. С гордостью и любовью показывает свое богатство. В этом помещении новорожденные телята, так сказать, будущее сельхозпредприятия. Самому старшему в этой команде 21 день. Особый подход, здесь особый комфорт, здесь особое питание, поэтому стараемся к ним относиться очень ласково, по-доброму, чтобы росли здоровые и в будущем давали очень много молока. Всего на ферме 1350 голов крупного рогатого скота, 600 из них – дойные коровы. Их питанием занимаются специалисты зоотехники. Корм животные получают с помощью специальных машин, кормораздатчиков. Два раза в день коровам раздают вот такой монокорм с высоким содержанием белка, благодаря чему животные получают весь необходимый комплекс витаминов, что способствует хорошему удою. В день получают 11 тонн молока, а в год одна фуражная корова, то есть та, которая содержится для получения регулярных надоев, дает 8 тысяч литров. На этот показатель предприятие вышло благодаря красностепной галштинизированной породе. Вы немножко не успели. Мы готовим зал к вечерней дойке. У нас обедина закончилась и моем. Готовим зал к вечерней дойке. Два оператора машинного доения обслуживают 400 коров. Процесс полностью автоматизирован. Доят животных три раза в день – утром, в обед и вечером. Молоко поступает по молокопроводу, поступает в эти танки. Оно охлаждается до 4 градусов. Молоко высокого качества, жир где-то около 4, и белок 3,2. Свежее высококачественное молоко отправляется на заводы полуострова. Производство молока – процесс трудоемкий. Несмотря на положительные моменты, есть и проблемные. Во-первых, неблагоприятные погодные условия для создания кормовой базы и дефицит воды. Во-вторых, кадровый голод делится Александр Колын. Не хватает ни зоотехников, ни ветеринарных врачей, ни инженеров, ни токарей. Поэтому надо этот вопрос в ближайшее время решать. Потому что через 10-15 лет это будет коллапс. В Минсельхозе Крыма подчеркнули, что животноводство на полуострове продолжит активно развиваться. И сумма, выделяемая на эту отрасль, а это более 400 миллионов рублей, не уменьшится. Также планируется завезение племенного скота с материка, с других хозяйств, для того, чтобы увидеть животных, которые крайне перспективны для нашей республики. Предприятия, которые показали высокие надои, будут и дальше работать не только над увеличением количества, но и улучшением качества молока. Ленуса Бурсиитова и Максим Голубев, телеканал Миллет, Симферопольский район.